Девушки отдыхают Не знаю, с собой Александр Ха, как получилось, а? Тарасов Привет, Саш Добрый вечер Ты уже чем-то пришел, да, я смотрю Но это не Пандора, не переживайте Нет, ни в коем случае не будем переживать И хорошо, что это не Пандора Александр Тарасов, смотрим на его первый трюк Чтобы быть властелином хотя бы одного кольца Его надо иметь Счастливая невеста и представить не могла Что здесь ей придется расстаться Со своим обручальным кольцом В нашем мире существует закон Что ничто не появляется из ниоткуда И не исчезает в никуда Что ж, именно сегодня я и попытаюсь Это проверить Мне нужно попросить у кого-нибудь кольцо Милая невеста У вас можно попросить? Давай, давай Видите, я его даже не смогу забрать Оно мне мало У меня есть вот такая салфетка И ваше кольцо Салфетка и кольцо Я попытаюсь таким образом Зажать ваше кольцо в салфетке У меня есть зажигалка Можно вас попросить? Зажгите ее Хорошо, зажгите, пожалуйста Очень хорошо Спасибо Ну что, я думаю, всем известно, да Что ничто не появляется из ниоткуда И не исчезает в никуда, верно? Скажите, ведь пламя именно этой зажигалки Поглотило ваше кольцо, да? Тогда, может, стоит заглянуть внутрь Это ваше кольцо? Да Совет вам и любовь И желаю, чтобы ваши пальцы С ваших пальцев не исчезали Никогда и никуда Было страшно отдавать свое кольцо И когда оно исчезло Очень сильно испугалась Оно так неожиданно выскочило из зажигалки Было очень удивительно и неожиданно Я тоже переживал за кольцо Его столько времени выбирал В общем, супер Очень удивило, что невеста решилась отдать кольцо Только получила уже снимать Я бы не решилась, наверное, на ее месте Но фокус был супер Что скажет наши, уважаемые жюри? Артемий Фокус отличный И очень уместный И очень лаконичный Наташа Классно Когда это все непонятно Когда это быстро Когда это на глазах у всех Впечатляет Не знаю Мне показалось Мне было мало этого Фокуса по временям Я бы с этой историей Поигрался бы чуть-чуть Потому что так он Для меня простоват Немножко Хотя Момент в нем Вот этого эффектного исчезновения Замечательно Все хорошо Эвелина Анатолий Чем вы смотрите Картину Хорошая Нормальная Манипуляция Мне добротная Такая Мне понравилась Чтобы удивить меня Она немножко Чуть побольше Я вот Жду что сейчас Александр нам Все ждем У меня есть две такие коробочки Они мне как раз Пригодятся В моем фокусе Одна И вторая Также в фокусе Мне пригодится Колода карт Которая Как вы можете все заметить Абсолютно Только что Вами запечатанная Новая Боюсь что их Настоящий штамп Я навряд ли смогу Подделать Да рвите давайте Будьте страстным Разорвите эту коробку Порвал ее На самом деле Вот Не заводите Есть колодка В которой вы можете заметить Что все карты абсолютно разные Но пока Они еще у нас Все по порядку Поэтому я попробую Их перетасовать Вы в любой момент Сможете сказать Мне Стоп Договорились Делайте это красиво Так еще Еще Давай Давай Не останавливайся Не останавливайся Нет Мы не скажем Стоп Тебе никогда Еще Еще Делает Александр Ой Ой Стоп Хорошо Вы сами сказали Стоп Именно На Этой карте Можно вас попросить Посмотрите на эту карту Все ли с ней в порядке Все ли с ней нормально Можно ее потрогать Конечно Все отлично Дело в том Что Карты в моей колоде Обладают свойствами Птицы Феникс Перед тем Как я вам это все предъявлю Я Уголок от этой карты Положу в эту коробочку И до конца фокуса Я не буду к ней прикасаться Как всем известно Птица Феникс Это птица из легенды Которая Пожертвовала своей жизнью Ради того Чтобы спасти человечество Когда она его спасла Она умерла Превратившись В пепел Люди начали оплакивать Эту птицу И увидели Что из пепла Птица возродилась снова Символизируя вечную мудрость Что Конец чего-то старого Всегда означает начало Чего-то нового Можно вас попросить Возьмите эту карту Но мы ее сожгли Не полностью Уголок от этой карты Хранился В этой коробочке Можно вас попросить Проверьте Подходит ли этот уголок К карте Да Подходит Это вам на память Обгрызенная карта Волшебный Птица Феникс Которая спасла человечество Браво Субтитры создавал DimaTorzok